В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Все о медицине. Продолжаются встречи руководителей учреждений здравоохранения с населением. Для меня это очень важный момент и один из таких вот хороших инструментов для того, чтобы услышать от вас какие-то конкретные проблемы. В торгово-промышленной палате муниципалитета появился комитет по туризму. Наша земля, она просто, ну, она просто вот созрела для того, чтобы этот комитет родился и возник. Опытный путешественник, житель округа Юрий Волков готовится к очередному приключению – на мотоциклах доехать до Северного полюса. Мне интересно посмотреть вообще весь мир, посмотреть все достопримечательности. Видно, продолжаются встречи руководителей учреждений здравоохранения с населением. Для жителей это прекрасная возможность в удобном формате прямого диалога получить ответы на свои вопросы. Работу учреждений здравоохранения, качество и доступность услуг – эти и другие темы обсуждались на очередной встрече медиков с населением, которая прошла в историко-культурном центре города Видное. К медицине всегда было пристальное внимание. И действительно есть, и есть, и какие-то хорошие вещи есть, и не очень бывают жалобы. Поэтому я считаю, что такие встречи очень необходимы. Во-первых, здесь присутствуют все руководители наших основных таких медицинских направлений. Прямой диалог с жителями старается поддерживать главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай-Бутаев и не пропускает ни одной встречи. Для меня это очень важный момент и один из таких вот хороших инструментов для того, чтобы услышать от вас какие-то конкретные проблемы. И на самом деле все обращения, которые вы высказываете во время наших встреч, они для нас имеют огромное значение, что мы безусловно используем и меняем для того, чтобы вам всем было удобно и качественно и быстро получать медицинскую помощь. Валентина Мартыненко получила тяжелую травму во время дорожно-транспортного происшествия. Для полного восстановления организма врачи рекомендовали два раза в год проходить реабилитацию. Но получить направление на процедуры в поликлинике ей не удается. Я проходила в Семашко за свой собственный счет. Я платила там деньги и мне там помогли хорошо. Но при обращении в поликлинику мне было отказано. Я трижды обращалась. Проблемный вопрос Валентины рассмотрели и предложили возможные варианты решения. В нашем регионе есть те учреждения, куда мы направляем на соответствующую помощь, если этого нет в нашей больнице. У нас есть четкая маршрутизация пациентов. Семашко, скорее всего, в эту маршрутизацию не входит. Входят либо больницы Московской области, либо реабилитационные центры, либо какие-то федеральные центры. Первый заместитель председателя Совета ветеранов Ленинского городского округа Николай Бачков пришел с вопросами от участников организации. Потому что многие не имеют возможности лично посещать мероприятия. Мы обратились и сказали, что у нас есть категория людей, которые не могут прийти в поликлинику и все время записаться. Значит, специально были открыты 203 и 204 кабинет возрослой поликлиники, которые прекрасно повели прием. Стоит отметить, что второй месяц подряд встречи с жителями проходят параллельно и в каждом медицинском учреждении округа. Беседы проводят заведующие подразделениями. Это необходимо для того, чтобы разрешать максимально быстро, оперативно возникающие вопросы. Поэтому эти встречи, мы увидели положительный результат от этих встреч. Они необходимы. Мы будем регулярно их проводить. Отменять их никто не будет. Благодаря этому мы можем на этой площадке рассказывать о наших нововведениях, о наших новых проектах, о работе учреждений, об открытии новых объектов. И также слышим наших жителей и решаем максимально быстро возникающие вопросы. Напоминаем, что следующий диалог врачей с жителями пройдет в конце августа в Видном и других населенных пунктах муниципалитета. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В отделении общей врачебной практики на вокзальной 8, как и в других подобных медицинских пунктах, организуются выездные приемы узких специалистов. На днях в обновленном после ремонта офисе пациентов принимал врач-хирург. Записаться можно было как заранее через портал госуслуг, так и прийти на консультацию непосредственно в этот день. Виктор Логашков сопровождал супругу к терапевту и сам оказался у доктора. Недавно пенсионеру сделали операцию, он, конечно, наблюдается у своего врача, но от дополнительной консультации хирурга решил не отказываться. И в целом доволен доступностью медпомощи. Шаговые доступности, без машины можем, как говорится, пешочком прошли, прогулялись пять минут. Все хорошо, не надо ехать действительно, видно. Ну, ремонт это вообще шикарно просто, что до этого было, и сейчас просто глаз радует. Одновременно с выездными консультациями хирурга проходил обычный терапевтический прием. Борис Хлебутин старается вести здоровый образ жизни и все же периодически приходится обращаться к медикам. Говорит, хотел бы реже. Вот я, например, получаю целый ряд лекарств, это как называется, льготное. Ежемесячно надо приходить и эти лекарства себе напоминать, чтобы мне их выписали. Посетителей в Расторговском офисе обычно немного. Тамара Ватковская ходит на процедуры в дневной стационар. Внимание и забота медицинской сестры для нее важны не меньше, чем лечение. Очень уважительная, аккуратно делает, внимательная, очень внимательная. Просто таких людей даже не найдешь. Отметим, что в офисах общей врачебной практики и амбулаториях, расположенных за чертой города, выездные приемы узкопрофильных специалистов проводятся регулярно. Доступная и качественная медицинская помощь в отдаленных территориях является одним из приоритетов программы модернизации первичного звена здравоохранения. В июле на территории Московской области проводился первый этап оперативно-профилактической операции МАК. Она направлена на выявление и ликвидацию диких и незаконных пассивов растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. В Ленинском округе полицейские уничтожили около 200 кустов дикорастущей конопли. Сотрудниками Ленинского ОМВД России совместно с Управлением по территориальной безопасности ГО и ЧС администрации округа был обнаружен участок с дикорастущими кустами, по внешним признакам похожими на каннабис. Растения занимали площадь в один гектар. После исследования изъятых образцов полицейские получили подтверждение, что это конопля. В скашивании травы полицейским оказала помощь одна из управляющих компаний. После того, как кусты собрали, их облили бензином и сожгли, при этом были соблюдены все меры пожарной безопасности. Второй этап оперативно-профилактической операции МАК пройдет с 14 по 23 августа. Если вы обладаете какой-либо информацией о незаконном обороте, посеве или произрастании наркотических средств, сообщите об этом по телефону дежурной части. В самый сезон отпусков торгово-промышленная палата муниципалитета презентовала новый комитет по туризму. Это уже седьмой союз предпринимателей, который объединит всех, кто работает в индустрии гостеприимства. Каких успехов планируется достичь совместными усилиями, узнала наш корреспондент Галина Житкова. Свои приоритетные задачи члены торгово-промышленной палаты округа считают помощь в развитии коллег-предпринимателей. Немаловажную роль здесь играют вопросы взаимодействия бизнеса с властью. Для укрепления такого социального партнерства открываются профильные комитеты. По туризму один из новичков. Наша земля, она просто созрела для того, чтобы этот комитет родился и возник. У нас на самом деле куда ни шагни история, куда ни шагни такое любопытство возникает. Оно просто, знаете, мотивировано самим пространством. Объединение предпринимателей индустрии гостеприимства будет работать по нескольким приоритетным направлениям. По прогнозам это позволит не только укрепить собственные позиции. Один из моментов, на который мы хотели сегодня заострить внимание, это промышленный туризм. Это те предприятия, которые работают на территории Ленинского городского округа, куда мы хотели бы отправлять миссии, желающие посмотреть, как это работает, какие предприятия есть. Это могут быть и школьники, и предприниматели, и те, кто хотели бы заняться бизнесом. Комитет по туризму возглавила член торгово-промышленной палаты Ольга Романова. Руководители объединения считают, что сейчас в России идет активное движение в этой отрасли. Государство выделяет хорошие субсидии и гранты на развитие. Хотелось бы, конечно, разработать национальный туристический маршрут нашего округа, чтобы приезжали к нам люди, смотрели, знакомились с историей нашего округа. И, конечно же, развивать объекты размещения, которые расположены именно здесь, у нас, в Ленинском городском округе. Потому что это увеличение рабочих мест, это увеличение прибыли компании и в связи с этим пополнение бюджета нашего округа. Знакомство с историческими жемчужинами и памятными местами округа, промышленный туризм, встречи с интересными людьми и масштабные праздники. В первых строчках плана работы комитета. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Заслуженный путешественник России, член Русского географического общества и кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, житель Месайлова Юрий Волков готовится к очередному приключению. На мотоциклах доехать до Северного полюса. А пока он дома, наша съемочная группа расспросила его о предыдущих поездках и уже установленных мировых рекордах. Бразилия, Лаос, Таджикистан, Узбекистан, Марокко, Чили, Доминикана, Аргентина. Это ушла, самый южный город в мире. Оттуда в Антарктиду ходили. По образованию житель Месайлова Юрий Волков инженер-робототехник. И поначалу совершенно не предполагал, что путешествия станут его главным хобби, образом жизни и фактически профессией. Поездки Юрия из банального туризма со временем переросли в нечто большее. После увеличения дистанции как-то захотелось наполнять это уже какими-то миссиями, после миссии какими-то рекордами. Ну и потихоньку так это все вот в такое вылилось. Сейчас организовываем, пытаемся установить памятник Пушкина в Эфиопии. Они его очень чтят. И там в Адис-Абебе есть Пушкин-сквер. И там нет памятника Пушкина. На счету Юрия Волкова сейчас 12 рекордов. К примеру, с единомышленниками он разворачивал большой флаг России размером с футбольное поле в четырех стихиях. Огонь, вода, воздух и земля. У вулкана на Камчатке, на озере Байкал, на воздушном шаре в Сергиевом посаде и в Москве. Хочется какие-то вносить, какие-то такие вещи, чтобы и нашу историю люди знали, прославляли. Ну и как бы объединяющие факторы от религиозных до просто человеческих. На следующий год сейчас готова фактически уже машина Победы. Вот 9 мая планируется стартовать кругосветное путешествие на машине Победы. В России Юрий побывал во множестве регионов. В том числе вместе с заслуженными путешественниками-братьями-синельниками на Ладье Русич прошел по пути Афанасия Никитина. Тем не менее, до сих пор продолжает для себя открывать нашу страну. Когда обывательским взглядом смотришь, ну там знаешь, Карелия, Байкал, Алтай и Камчатка. Вроде как и все. А начинаешь копаться, начинаешь узнавать про какие-нибудь столбы, выветривание, плато Патарана, Таймыр, куча арктических племен. На данный момент Юрий побывал в 136 странах мира. Совершил кругосветное путешествие на мотоцикле. Во время поездок он не только старается познакомиться с местной культурой, но и узнать, как и чем жил и сейчас живет тот или иной народ. Мне интересно посмотреть вообще весь мир. Посмотреть все достопримечательности. Я собираю информацию, пишу книги про племена, малочисленные народы. У меня они разделены. Черное, красное, белое и желтое. Черное – это африканский континент, красное – это индейцы, желтое – это азиатские племена, белое – это наши северные коренные народы. В ближайших планах Юрия – доехать на мотоцикле до Северного полюса. Кстати, если все сложится удачно, в копилке рекордов нашего героя появится еще один. До этого такое путешествие никому не удавалось совершить. А затем Юрий отправится в большой вояж по Малайзии и Сингапуру, а оттуда – в Папуа-Новую Гвинею на фестиваль «Горка», посвященный сохранению малочисленных народов и племен. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!